Будущий премьер-министр, он сейчас где-то ходит в садик, да? А все данные, которые он дает, в какие игры он играет, ну вот, с кем он общается, какая у него сфера, оно же все накапливается. Я всех отсылаю к 2020 году в Беларуси, особенно зрителям, да? Вы видели людей в состоянии умопомрачения, и это теперь сейчас зацикливаю, как еще можно назвать когнитивные войны. Это мое ноу-хау. Когнитивные войны, они не про правду и не про луж. Они про настраивание на особый тип мышления. Не имеет значения, по большому счету, даже правда или ложь. Важно, какую тебе подцепляют эмоцию. Именно этого добивается противник. Он добивается того, чтобы в нашем обществе проходили расколы и конфликты по любым разным вопросам. Не имеет значения какое, хоть ЛГБТ, хоть Украина, хоть что-то. У них стратегия следующая. Как можно больше накачать оружие, и после того, как уже ситуация пойдет в разнос, и она перестанет управляемая, американцы выдергиваются, так же, как выдернулись из Афганистана, а территория превращается в конфликты всех против всех, потому что более полутора миллионов человек уже с оружием. Вот наша задача в когнитивной войне, чтобы происходило, как со словаками, которые переходили на сторону партизан. О когнитивных войнах. Так что же это? Оно непонимание, с одной стороны. А с другой стороны, само слово когнитивное, оно еще испорчено. Ну вот есть же психология, а есть психоложество. Ну вот коучи, вся история. Вот слово когнитивное, оно еще дополнительно испорчено. Ну вот это и все истории с этими тренингами. Ну, по большому счету, это все фикция. Почему я им пользуюсь? Потому что это доктринальная формулировка, ну в документах НАТО. А учитывая, что у нас нет такой доктринальной формулировки, мы будем пользоваться той, которая есть. Если по существу, то это, конечно же, войны в мышлении. Вот именно в мышлении, не в мозговом, именно в отдельном, а в мышлении. Потому что мышление бывает коллективное, личное. Ну, как бы мышление, оно же от культуры отличается. То есть, допустим, у китайцев у них иная структура даже мышления. Поэтому, но включается, если это как бы вообще, если говорить, вот такой максимально сущностный перевод слова когнитивное. Технологическое значение когнитивное, это, конечно же, то, что называется междисциплинарный. Это социология, это лингвистика, это нейробиология. Это, конечно же, то, что называются цифровые технологии, в первую очередь, бигдата. Ну, то есть, накопление данных о конкретном человеке. И это современные, в том числе, инженерные биомедицинские технологии. Потому что, особенно последние годы, это все, что связано, ну, собственно, с усилениями, в том числе, мыслительных функций человека. В том числе, да, там, уже вживлять кое-что начали. Там, какую-то деменцию начинают старческую, в помощь электродов. Ну, то есть, это вот такая вот комплексная, собственно, дисциплина, которая происходит из десятых годов нового 21 века. Ну, то есть, важно понимать, что это не придумки, например, Семена Уралова, да, или не из той области, вот, инфоцыганства какого-то. А этим термином пользуется военнослужащая НАТО. Да. При планировании определенных действий, операций и так далее. Чтобы ознакомиться, мы же с Дмитрием Юрьевичем сделали уже там 4 выпуска. И к каждому выпуску я прилагаю там ссылки на Яндекс.Диск, где, собственно, то, что открытые НАТОвские документы. Там же у них есть закрытая часть, а есть то, что они используют, в том числе, для своих сингтенков, для своих военнослужащих. Ну, то есть, это их рабочие материалы, их уже там полтора десятка документов с точки зрения психологии. Я всех отсылаю, очень интересный был как раз у них большой форум по когнитивным войнам НАТОвский, он проходил в Бордо. И там, ну, вот этот ключевой такой специалист именно по манипуляциям профессора Клаверибер, ну, у него вот есть такой важный доклад. И второй такой очень ключевой специалист, ну, на котором, собственно, он сосредоточен междисциплинарно, это Франсуа Дюклюзель. Это, ну, как бы такой вот, его работы есть, то есть, они рассекречены. А много всего засекреченного. Американцы выделяют, почему когнитивные войны, почему они так называют. Концепция очень простая. Они двигаются в логике доменов. Домен — это сфера конкуренции, скажем так. Вот есть земля, ну, то есть, столкновение на земле, вода, воздух. В 20-м веке, вот это классический, где всегда происходила война, вот в трех этих измерениях. В 20-м веке появился космос, как отдельный домен. В 70-е годы 20-го века появился информационный домен. Ну, собственно, появилась информационная война. А вот они утверждают, что в 2050-м году когнитивный домен будет выделен именно в отдельное. Вот как в отдельный домен. И с чем это будет связано? Почему? Тут вот внимание за руками. Это очень важно для понимания. Десять лет назад произошло принципиальное изменение в структуре инфопотребления. Мы стали, во-первых, потреблять избыточную информацию, а во-вторых, мы начали отдавать все данные о себе. Такая база, которую я просто повторяю, и для себя в том числе. И вот к 2050-му году вот это поколение уже придет, оно уже будет, в том числе, лицами принимающими решения, депутатами, министрами, которые родились и которые с рождения отдавали данные о себе. И тут открывается уникальная возможность для манипуляций. Мы же не знаем, вот будущий премьер-министр, он сейчас где-то ходит в садик, да? А все данные, которые он дает, в какие игры он играет, ну вот с кем он общается, какая у него сфера, оно же все накапливается. И через 30 лет этот человек будет абсолютно голым. Ну то есть вот о нем будет понятно, как манипулировать. А мы же прекрасно знаем, что можно подобраться через домохозяйку, через подругу жены, через любовь. Ну то есть вариантов, тут уже как бы мы входим на этап классического, то что называется там шпионаж, разведка и так далее, но вот эти технологии открывают уникальные возможности, потому что ранее нельзя было найти человека, особенно в другой стране, он был спрятан, ну началась игра разведка, контрразведка, а тут человек сам о себе отдает информацию, которая копится у них. Вот это же очень важно. То есть всю бигдату накапливают они, и мы все эти данные о себе отдаем. А всяческие коммерческие структуры, они же ведь, вот мы же, каждый из нас, глядя в телефон, в тот же, да, мы видим таргетированную рекламу, направленную на нас. Именно. То есть ты один раз, условно говоря, ввел в поиск утюг, и тебе эти утюги посыпались, как из друга изобилия, да, то есть они работают тоже на военных, как в связке, или тут кто-то у кого-то просто подсмотрел. Очень правильный вопрос. НАТО утверждает следующее, что вот это все коммерческие технологии, которые изначально возникли, которые должны провести конверсия. То есть они используют максимальные наработки маркетинга, потому что все это сначала рождается в маркетинге, разработке психологии, еще отдельно есть потребительская психология. Это вот у нас практически не развито это направление, а на Западе оно очень развито, потому что каждый потребитель, он же отталкивается, тут я отсылаю к Бодрияру, в чем особенность потребителя. Он всегда испытывает, ну, недовольство, дискомфорт, ему всегда мало, ему всегда что-то хочется, да. И вторая особенность, то, что потребитель хочет потреблять наборами, коллекциями. И когда ты, а информация же тоже, вот я же про сериальное Зеленского не зря говорю, когда ты потребителя начинаешь скармливать так вот в час по чайной ложечке, он тебе, ну, подсаживается, ну, как потребитель всего там, там, я только эту одежду ношу, я потребляю только эту информацию. Чайка ловят вот в эту ситуацию и начинают вести его десятилетиями. Это же за месяц человек, ну, не как бы не испытывает. А если он год, второй, третий, четвертый, пятый, все, и формируется тот самый, ну, инфопузырь вокруг человека на протяжении нескольких лет. И когда он становится тот, который сегодня ходит в садик, бабушки которого умиляются, глядя на него и говоря, смотрите, да он с трех лет у нас выправляется планшетом, телефоном, лучше нас всех вместе взятых, смотрите, какой молодец. Так, такой молодец на самом деле. Это то, что тут Пучков постоянно говорит, что когда вы отдаете ребенку планшет, вы неизвестно, кому отдаете своего ребенка. То есть тут, ну, тоже не надо уходить уже совсем в такую, ну, крайний консерватизм. Мы не можем на это повлиять, в смысле поломать информационную картину, мы можем повысить сопротивляемость. Ну, вот это очень важно понимать. Вот я, например, считаю, что в современном мире, когда ты выходишь в сеть, и этому нужно учить детей, когда ты выходишь в сеть, это ты не, ну, как бы, это ты как выезжаешь на машине на дорогу. Вот так надо относиться. Это ты не просто браузер открыл. Как права, ты понимаешь, другие есть участники, ты должен понимать, в чем опасность, как поворачивать левый поворот. Ну, то есть есть особенности, да. Ты прямо, ты сел в машину, у тебя же щелк режим переключился, да, у тебя глаза начинают бегать, ну, ты по зеркалам заднего вида смотришь. Вот входя в сеть, у тебя должен тоже включаться подобный режим. Не такой, как был до сети. И вот этому нужно обучать. Я считаю, что это должны быть курсы в школе. Вот где-то вот когда, 14 лет плюс-минус начинается, ну, вот эта ситуация отторжения еще авторитета, да, оно же приводит к чему? Естественно, то, что мы знаем еще от Тургенева, естественные авторитеты отторгаются, но ищутся же другие авторитеты. Ну вот, а они находятся вот здесь. А они в кармане. А они в кармане, да. Поэтому вот это же нужно объяснять ранее, чтобы когда ребенок, когда он подойдет уже вот к этому сложному возрасту, что, ну, как руки мыть перед едой? Ну, вот это просто навычка, которую нужно прививать сейчас, чтобы через 10 лет мы получили эффект. Потому что у нас, к сожалению, то, что я вижу, у нас запретительная логика, да, ну, давайте запретить, не работает оно так. Ну, это невозможно. Это невозможно, мы с этим не справимся. Уже родились эти дети. Я всех отсылаю к 2020 году в Беларуси, особенно зрителям, да. Вы видели людей в состоянии умопомрачения. И это теперь сейчас зацикливаю, как еще можно назвать когнитивные войны. Это мое ноу-хау, ну, как бы, открытие, да. Они являются одновременно... Вот есть состояние помраченного рассудка. Когда человек вроде бы рациональный, ну, он же не сумасшедший, а местами ведет себя как будто сумасшедший. И вот когнитивные войны, в чем их особенность? Они одновременно умопомрачающие и умопомрачительные. Почему? Потому что когнитивный удар, как мы говорили, вот есть же два состояния, зрада и перемога. То есть эйфория, перемога, зрада, то есть, ну, измена, ну, паника, ну, такое вот. И вот когда в человека попадает этот удар через его смартфон, он наносится в первую очередь, я напоминаю, через вот ваши гаджеты. Одного приводит в состояние умопомрачения, и он в депрессии, он не хочет никого видеть, а кого-то умопомрачающим, он сам себе нравится. И он начинает, тогда вот с ним происходит вот этот вот эффект рассылки, он начинает втягивать всех в свою секту, он начинает вот этот эффект зомби, да, когда он, ну, должен кого-то еще затянуть к себе. Вот в этом вот опасность этих, собственно, ударов, потому что человек получает их незаметно и очень долго. То есть оно же не от одного сообщения человеку становится плохо, а от, как принцип поверхностного натяжения. То есть капелек может быть много, пузырь будет надым, но когда-то, когда-то последняя соломинка все равно переломит хребет верблюда. Это неизбежно. То есть в 20-м году вот как раз белорусское общество было под таким ударом. Да, это классический пример. 20-й год точно так же, как 14-й год на Украине. Это вот эти вот состояния, когда поколение основными же, ну, пехотой, были как раз люди в районе 20 лет. Это вот как раз те, и управлялись, я вам напомню, блогером. Ну, понятно, что за ним спецслужбы, это понятно, но имеется в виду, да. То есть они были на волне. И вот тут вот тоже свою, ну, не мою, как бы, а это уже наша теория, наша коллектива, что есть два типа воздействия. Есть удары, а есть волны. Удары не заметить нельзя. Это какая-то чернуха, ну, что-то сильное какое-то эмоциональное. Вот сейчас последняя, ну, вот эта вот история с отрезанием головы, да. Ну, то есть вот пример удара, когда он сыпется. А волна – это более тяжелое влияние. Это когда тебя подсаживают на какую-то тему. Волна – это, я почему ее называю волной, это навременно как волна радиоприемника. У меня метафора, как советская интеллигенция слушала… У него приемник «Грюндик» – ловить контрферме, да? Да, вот это вот почему волна. А второе, почему волна, потому что она вот как физики волнами. То есть тебе постоянно какие-то приливы, тебя чем-то подкармливают. Ну, вот еще чему-то порадуйся. Я это очень хорошо видел, почему я так говорю, буду повторяться тезисы 2017-2018 года, но я очень четко видел, как в Беларуси гнали волну именно анти-МВДшную, антисиловую. Вот что-то произойдет, ну, вот там были какие-то, ну, события же всегда какие-то происходят. Нет, ну, если вспоминать, то да. На самом деле, задолго до выборов началось такое вот нагнетание. Ну, по-разному можно назвать это, нагнетание, вбрасывание, там, шатание, там, ну, люди по-разному это называют, но вот эта волна, она пошла. И что очень важно, для того, чтобы гналась большая волна, каждый блогер, тут мы входим в зону, зачем нужны блогеры. Вот это тоже очень нужно понимать. Людей, ну, вот у людей многих есть уже, ну, не то чтобы отражение, ну, как бы традиционные СМИ, они же тебя односторонне информируют. А блогеры это такие заразы, которые с вами общаются. И они восполняют вот эту коммуникацию, которая у нас утрачена. У нас же разрушена коллективность, ну, внутри общества. Ну, советское же было совсем иное. И люди ищут эту коллективность в сети. И тут появляются люди, те самые блогеры, которые с ними общаются. По большому счету, людям нужна не информация. По большому счету, людям... Поговорить. Поговорить и впечатление. Тут я опираюсь на труды, собственно, товарища Бехтерева, которого я плотно разобрал. Это отдельное направление, коллективная рефлексология, о которой мы, к сожалению, забыли. Я всем рекомендую почитать, потому что он эти подобные состояния разбирает на примере событий в Петрограде 100-летней давности. У него богатейший был материал гражданской войны внутри столицы. То есть, и мы увидим там, что и на Майдане в Киеве происходило, что в Минске в 2020 году происходило. Я всем рекомендую перечитать коллективную рефлексологию товарища Бехтерева, чтобы увидеть в зеркале нас сейчас. Потому что это все было открыто 100 лет назад. Ну, плюс-минус. Когда, грубо говоря, когда началось массовое образование, когда в 20 веке появились уже СМИ, ну, вот как мы знаем их сейчас, это все в Америке, это все было поставлено на поток еще начиная там с Генри Форда с 20-30-х годов. И за 70-80 лет, ну, по мере глобализации это стало всеобщим. А учитывая, что наши столицы заподнизировались после 91-го года, именно столицы, что Минск, что Москва вообще была заподнизирована первой, что Питер, что Киев, соответственно, у нас образовалась прослойка. Тут я всем рекомендую почитать Эдварда Бернейса, племянника Зигмунда Фрейда, основателя вообще маркетинга современного, первого пиар-агентства. Он прожил почти 100 лет. Книга написана, по-моему, в 95-м году, а он начинал работу в 20-х годах еще. Он был подрядчиком, в том числе и у ЦРУ, они проводили госперевороты в Южной Америке. У него есть такая небольшая книга, пропаганда, где он это все именно разъясняет как бы из позиции 70-х еще годов 20-го века. Но для нас это актуально, мы же позже стали на путь заподнизации. В чем краткая суть? Капиталистическое общество западного типа, не вертикально интегрированное, как социалистическое, а состоит из мириады коллективов, которые между собой пересекаются, вот как молекулу. Давайте представим, в трехмерном пространстве. Что это значит? Смотри. Одновременно вот ты работаешь на работе или я, да? Но при этом еще можем играть в баскетбол по субботам. Играем всего три часа. Всего три часа. Но через нашу вот эту штуку можно решить больше вопросов, чем на работе. Смотря с кем играешь. Смотря с кем. Вот, вот о чем и речь. И вот теперь, если представить человека как участника вот этих вот десятков разных коллективов, то мы приходим к выводу, для того, чтобы воздействовать на него, на него нужно воздействовать во всех коллективах, ну вот максимально. То есть поймать его и где он играет в баскетбол, где он ходит на работу, ну, какие марки он пользуется. Ну, вот у него же масса есть коллективов. И вот только когда мы человека поймаем, во-первых, мы должны понять наше общество как вот эту сложную молекулу. Это еще Андропова. У нас же западнизация началась раньше. Это же знаменитая фраза Андропова. Мы не знаем общество, в котором мы живем. Оно же в 70-х началось, когда мы начали свое общество потребление строить. А мы наше общество вообще не знаем. Это же тоже мой тезис про кризис 2020 года. Поэтому людей нужно ловить, ну вот в том месте, то есть ты их не всегда на работе поймаешь. У нас в этом смысле более сохранен советский подход, который не ловит все общество, весь народ. То есть он ловит лояльных, а все остальные, они как сквозь пальцы просачиваются. Поэтому получается, что наш сигнал информационный, его люди просто не ловят. Есть же вообще, например, такое направление, как гаражная экономика. То есть люди, их нет вообще нигде. То есть их даже в налоговой нет. Ну как бы нет. Ну как бы нет, но они есть. Их можно же ловить в этих гаражах. Я это очень много раз видел же на выборах. Ну я же много занимался мелкими выборами. Ну там в мэрии городов небольших. Это очень хорошо видно в маленьких коллективах. Когда ты можешь пойти проводить встречи агитационные, подготовленные. К тебе будут приходить одни и те же люди. А можно проехаться по гаражам, с мужиками поговорить. И это будет совершенно иной эффект. Но к ним никто никогда не приезжает. И никто никогда не разговаривает. Понимаешь? Вот особенность нашей ситуации в чем? Что мы начали строить по факту общество западного типа. Но не стали к нему относиться. Как к иному обществу. Только Александр Зиновьев с его русской трагедией. И вообще про западнизацию он попытался об этом предупредить. Ну к сожалению мы не знаем наше общество, в котором мы живем. Ну узнаем же как-то узнаем. Учимся. Учимся, да. Если применительно к той ситуации, что все-таки происходит сейчас в стране, которая всех нас волнует уже давным-давно. И сколько еще будет волновать, мы не знаем. Допустим, вот мы упоминали Майдан, но это когда было. Да. Произошел когнитивный удар. Возможно пошли потом волны, волны, волны. На протяжении какого времени вот возможно в принципе вот этими вот волнами, ударами держать огромный коллектив, а общество всей страны в тонусе, в нужном тебе? Вот как, например, на Украине. Ну как показывает нам украинский опыт, что это может происходить годами. Но это связано не с временем, а это связано со структурой общества. Как только в обществе образуется какая-то значительная масса, ну по моим прикидкам это порядка 15% достаточно людей, которые постоянно находятся в этом состоянии и получают от этого либо удовольствие, либо кто-то на работе. Для этого все системы НКО и подкупы интеллигенции, чтобы еще были люди на работе, чтобы они это все гнали. Кто-то это делает добровольно, обманывается или его обманывают, а кто-то на работе. И вот когда критическая масса скапливается, все, все общество уже деструктивно. Я это всегда тоже хороший пример, смотрите. И толпа, и авиазавод это коллективы. Но авиазавод это состояние коллектива, который способен на сложный труд. А теперь представьте, что у вас на авиазаводе в таком состоянии находится 20% сотрудников. Он не будет не способен ничего произвести. Вот и все, все зависит от того, какой коллектив находится в таком состоянии. Почему была подготовленная такая атака на силовиков? Я это как бы объяснял тогда и сейчас. То есть им нужно было дезорганизовать именно систему МВД. Чтобы каждый милиционер пришел домой, а ему жена сказала, что ты там творишь. Потому что ее поймали в каком-то дворовом чате. Ну понимаешь, да? То есть есть же еще семья, он же приходит с работы, а его там встречают. Вот представьте ситуацию, что если бы 20% в структуре МВД пришедшим домой, жены бы устроили бы, добились бы, ее бы ввели бы в это состояние, были бы истерики, они не смогли бы работать. Ну, собственно, вот как это работает. То есть тут не все общество в целом, а именно структуры и сегменты. То есть 15-20% от всего. Это всего, но по разным коллективам, по-разному. То есть, допустим, среди интеллигенции, это достаточно всего, но есть социальные среды, где нужно больше. То есть, допустим, интеллигенцию, поэтому надо больше как бы на корню, но она еще и больше поддается манипуляциям. Ну, если по-честному, интеллигенция. Вся интеллигенция больна профессиональной болезнью горе от ума. Мы же все считаем, что знаем лучше, как управлять всем, и государством, и обществом. Но это у нас вообще у всех славян, не только у интеллигенции. Вот на этом нас и ловят. Вот, собственно, на эту удочку мы и попадаемся. Ну, смотрите, коль мы уже столько знаем, благодаря в том числе и вам, об этих когнитивных войнах, как они ведутся, как там планируются боевые действия, собственно, по факту вот здесь, в наших головах, то, соответственно, мы должны знать уже и понимать, как этому делу противостоять. И, более того, мне вот всегда, почти всегда, ладно, скажу так, ну, немножко обидно становится, когда вот у нас так говорят, вот против нас, сейчас не когнитивных войнах, хотя, может, и о них тоже, вот против нас ввели санкции, вы смотрите, как они там, но ничего, мы сейчас тут что-то вот, и начинаем что-то придумывать, да, потом, а смотрите, что они тут еще сделали, все же это все вот против нас, так, ну ладно, сейчас еще что-то придумаю. То есть, у нас в большинстве случаев, может быть, я не прав, но у меня так, вот, ощущение такое складывается, у нас неактивная позиция в этих вопросах. То есть, мы всегда реагируем. Да, мы говорим, запад плохой. Вот он там зубы на нас тощит, хочет от нас всего, и сразу там территории, и ископаемых, и мозги наши лучшие там всеми путями там переманивает к себе. То есть, ну, вроде все делает плохо, а мы все время только лишь реагируем. То есть, ну, по сути, бьем по хвостам. Мы проиграем из-за этого. А вот, а мы же не хотим проигрывать? Не хотим. Соответственно, чтобы не проигрывать, лучше обороны, это что? Это нападение. Если мы знаем эти принципы, как это все работает, то где примеры того, как мы провели успешную когнитивную атаку, как минимум, я уж не говорю, организовали целую войну? Мы еще не играем в эту игру. Мы пока что играем в... Я сейчас говорю про государство, да? Мы пока играем вот на том домене информационном. То есть, мы считаем, что нужно гнать волны информационные. Волны информационные, они так или иначе, они либо... Правда, ложь. Ну, как ноль, единичка, как в программировании. Ноль, единичка. Так или иначе. Когнитивные войны, они не про правду, они про ложь. Они про настраивание на особый тип мышления. Не имеет значения, по большому счету, даже правда или ложь. Важно, какую тебе подцепляют эмоцию. К этой правде или к этой лжи. Я считаю, что ничего сложного в этом нет. А если мы, как бы, будем играть дальше в информационную войну, мы просто не заметим, как это происходит. Более того, наши пропагандисты многие, которые думают, что они бодрят население вот этими эмоциональными, патриотическими, как бы, ну, истериками. Часто истериками. Они, на самом деле, сами принимают добровольное участие в когнитивной войне, потому что они своими эмоциями разрушают мышление значительной части людей. У них проходит просто вообще отторжение. Ну, пропаганды, да, то, что называется. Никому не верю. И человек уходит в хотоскрайники. То есть, максимальную форму эгоизма. Это самая страшная история. Я считаю, что вот именно этого добивается противник. Он добивается того, чтобы в нашем обществе проходили расколы и конфликты по любым разным вопросам. Не имеет значения какое. Хоть ЛГБТ, хоть Украина, хоть что, да. Для этого НКО все создаются. А второе, это для того, что вот я это уже тоже называю фекальным мышлением. То, что Дмитрий Юрьевич называет малолетние дебилы. Это когда человек начинает биться вот в этом состоянии. Он не может уже... И он мог быть нашим человеком. Он может быть суперпатриотом. Но за счет того, что его загнали вот через вот эту... С ним произошел срыв нервный. А так как нервный срыв прошел в публичном пространстве, то он воздействовал еще минимум на 5-10 человек. Теперь поднимаемся на 100 уровней вверх. Ну, чтобы посмотреть хотя бы на срез города Минска 2-х миллионного. Мы увидим, что 30-40 тысяч человек в таком состоянии для 2-х миллионного Минска достаточно для того, чтобы складывалось впечатление, что что-то происходит не так. Вот такая вот, собственно, математика политтехнологий. Как малые числа влияют на большие массы. Ну, хорошо. Все-таки еще раз спрошу. Как побеждать в этом? Значит, смотри. Побеждать. Два направления. Внутри себя, то, что я говорю, массовая профилактика и обучение того, что с нами происходит, в 80% это как с секретом фокусника. Если ты знаешь, в чем тебя обманывают, то в следующий раз этот фокус с тобой не получится. А это можно сделать, я говорю, только через систему образования, которое проникает везде. Это же недостаточно наших разговоров. Должен быть курс, уроки, объяснения, ну как и что, зачеты в том числе, как пользоваться этими мессенджерами, как писать. Ну, вот обычные такие вещи. Это внутри у нас. Второе. Это то, что мы пытаемся сделать своим частным коллективом нашим маленьким, ну, не государственным в этом смысле. Это то, что называется когнитивное ПВО, мы это так называем. Это улавливать вот те самые удары и волны. И показывать их людям. Смотрите, вот вас тут ловят, вот вас тут ловят, вот вас тут ловят. Это внутри. И такие противодействия должно быть на трех уровнях. Уровень личности. Человек должен знать, что он должен делать, чтобы не поймался. Уровень коллектива. То есть мы в коллективе должны понимать, где нас ловят. Мы увидели кого-то под когнитивным? А, пацан, слушай, так, 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 осторожно, осторожно. Потому что главное это изоляция. Вот человека в таком состоянии важнее всего изолировать. Но так как мы же не можем его физически изолировать? Значит, нужно другим изолироваться. А как изолироваться? Объяснив, что с человеком происходит. Другого способа нет. И третий уровень это уровень общества. Ну, тут как бы это уже сфера больших начальников. Это развитие коллективности начиная с детства и до... Мы же пошли по пути развития лидерства. Ну, западная методика. Западная методика развития общества это поиск лидеров, вытаскивание лидеров. И потом лидеры становятся либо в корпорацию ходят. Ну, в общем, как бы отбор себе лучших. У нас и так уже высосали лидеров. Вот то, что НКО пылесосили наше общество 20 лет. Плохие, хорошие сейчас не дают оценки эти люди. Но они были активны. Они могли бы тоже Беларуси послужить. Но они попали в западные сети влияния и стали, в общем-то, врагами и предателями. Надо по-новому. То есть нам нужно пропылесосить наши коллективы. Для чего были октябрята, для чего были пионеры. Ну, я напоминаю. Целый класс из него нужно вычленить тех, кто способен управлять коллективом. Мы разобьем их на звездочки. У каждой звездочки есть руководитель, начальник звездочки. Дружины, отряды. Ну, вот посмотрите, как это было. Это же для этого и было организовано. Почему? Потому что большевики строили же страну на фундаменте, разорванной в гражданской войне. Мы постоянно об этом забываем. Мы когда говорим о Советском Союзе, мы либо провели какую отечественную, когда уже сдан экзамен на стойкость. Либо про 70-е, когда пик развития. Это же наш император Август Брежнев, если так смотреть. Ну, имеется в виду по... Надо же помнить, что все создавалось в 20-е, 30-е годы. Поэтому... А мы сейчас ситуации... Ну, фактически развал Советского Союза. Это же была гражданская война. Фактически. Ну, раскол всего. Просто мы это не заметили. В Таджикистане же она началась. Это мы типа отгородились от нее. Да? Ну, в Минске типа ничего не было. Я тогда рос там, во Львове тоже ничего не было. А в Таджикистане-то она была. А страна-то наша общая. В Молдавии-то она была. В Грузии она была. Поэтому это все исторические процессы. Это нужно объяснить людям. Мировоззрение нужно людям восстановить. Внутри каких исторических процессов мы живем. И это нужно тоже вшивать в систему и образование. Что мы не каждый по отдельности. А это общая ситуация, ну, когда нашу общую большую страну пытаются второй раз запустить по рельсам гражданской войны, как уже один раз сто лет назад получилось. То есть, смотрите, что получается. Исходя из этой логики, в Советском Союзе знать не знали, что такое когнитивная война. Даже никто, наверное, не задумывался вообще об этом термине. Но четко знали, что делать. В Советском Союзе тоже не было таких возможностей достучаться до человека, ну, вот как сейчас через смартфоны. Но последствия же были, я напомню, раскол троцкисты. Внутренняя была очень система расколов, которой у нас сейчас нет. У нас же нет столько партий, которые борются внутри за власть, там, фракции. То есть, в Советском Союзе была немножко другая реальность, потому что это была реальность, когда приводным ремнем власти были массовые партии. Я напомню, что 20-й век это век массовых партий. Тут тебе эсеры, тут еще и массовых вооруженных партий. У нас сейчас все-таки в рамках постмодернизма. Я это в шутку называю трансформатором, нашу систему власти. Там что-то происходит, он трещит, но без резиновых перчаток и без допуска лучше в этот трансформатор не лезть. На Западе она другая, она дипстейтовая. То есть, есть формальные структуры власти, то есть, Макрон и Зеленский, которые изображают какую-то всю историю. А есть реальная власть, это наследственная аристократия, новая олигархия, люди, которых мы не видим, и мы даже там, ну и ходят там, Роудшильд, какие-то такие завиральные названия, но мы их не видим. Поэтому вот вам ширма, развлекайтесь с Макронами и с кем хотите, да, а есть реальные процессы. Поэтому на Западе мы видим, что выходят желтые жилеты, сколько уже? Третий год, четвертый, сколько они уже? Ну сколько уже? Уже вечность. Да уже не желтые выходят. Уже все выходят. Уже просто выходят все, да. Но это никак не приводит к кризису политической системы власти. Почему? Потому что они научились манипулировать, ну в том числе со своим обществом. Поэтому с Советским Союзом не очень корректно сравнивать ситуацию, потому что она была пост, то есть там, грубо говоря, вот эта вот когнитивная война, вот Бехтерева, говорю, посмотреть про это состояние, она шла. Ну то есть и большевики преодолевали последствия. У нас сейчас пока что нет такой катастрофической ситуации, поэтому многие вещи можно остановить еще здесь и сейчас. Зачем нам доходить до такой ситуации? Хорошо. Известные случаи и только те, которые известны, а на самом деле я думаю, что их было гораздо больше, я все-таки про Советский Союз чуть еще, когда представители, в том числе и аристократии, в том числе старой аристократии, становились агентами, например, КГБ и делали это не за деньги, а из отдельных соображений. Они были под когнитивным воздействием чего? Ну вот тоже, как говорят те же натовцы, кто-то из них цитирует, что когнитивная война это сверх идеология нового типа. Вот они о чем говорят, что это квинтэссенция идеологической войны, что современные медиа-технологии позволяют идею упаковать во все, что хочешь. От месседжа в Телеграме до какого-то фильма. Потому что все-таки 20-й век политика это были манифесты, такой как бы особый жанр. А сейчас политику и идеологию можно спрятать вообще куда угодно. И вот это есть как бы особенность. Советский Союз тоже, кстати, пробовал это делать. Ну пробовал. Я-то считаю, что Советский Союз это же наша античность. То есть мы откатились назад. Это как я нас считаю потомками ну как с чем сравнить? Ну какой-нибудь там Карл Великий, который основал на базе Римской империи и в нем не было там даже 30% тех технологий в том числе и гражданских которые были в Римской империи. Поэтому я-то считаю, что мы откатились назад и теперь нам нужно черпать в нашей античности которая является советская те формы самые прогрессивные организации и ложить их на новый технологический уклад. То есть грубо говоря нужно не копировать пионерию ради копирования пионерии а принцип организации встраивать в систему образования с учетом нового технологического уклада. То есть грубо говоря чтобы звездочка октябрятская действовала в том числе в телеграм-канале. Ну то есть не запрещать телеграм-канала а идите все значит в октябрят. А нет ваша звездочка будет действовать в той среде в которой вы в общем-то привыкли действовать. Поэтому нашей как бы идеологии пропаганды нужно во-первых стать более современной ну то есть начать изучать что маркетинг придумывает новейшие разработки. Второе нужно выйти из позиции есть же две позиции есть позиция цензора и позиция продюсера. Позиция цензора типа я буду говорить как надо а позиция продюсера это более мягкая о чем вы хотите услышать давайте изучим когда ты в позиции продюсера ты начинаешь на общество смотреть как раз как на мириаду разных коллективов и тогда о тех же когнитивных воинах с военными нужно говорить на одном языке с милицией как с военными но тоже на своем языке ну и вот и тогда мы должны будем подобрать каждой ниши свой язык каждой ниши своего спикера ну вот того самого своего лома это то что вот например я тоже когда там был на прямом разговоре с Александром Легоничем Лукашенко как раз задавал этот вопрос ну по поводу того что нехватки ломов вот именно людей которые бы разъясняли вот такие вот вещи потому что здесь в Белоруссии у нас в России есть огромное количество талантливых людей которые являются сверхэкспертными в своих вопросах и например многие вещи могут разъяснять по новой как я например считаю недоразъяснена оккупация западной Белоруссии и западной Украины режимом Пилцузского 20-е годы об этом знают те кто интересуется как-то вот ну взагали что-то было что-то нет уже выросло поколение не только в Белоруссии в России которым это нужно переразъяснить ну это как фильм Дети Капитана Гранта снимался в 60-е одна версия а в 80-е снимается другая потому что Дети 80-х вот я мне был неинтересен Черно-белый Капитан Гранта например которую моя мама фанатела и я знал песенки но мне был интересен все-таки другой да Говорухинский Дети Капитана ну это был крутой фильм ну для каждого поколения то есть я о чем говорю понимаешь то есть один и тот же сюжет Жульверновский 200-летней давности для каждого поколения должен быть перерассказан поэтому у нас вот мы недавно мы это очень много обсуждаем с профессором Хагуровым у нас в онлайне он из Краснодара он как раз социолог-девиантолог специалист именно по отклонениям в обществе вот именно как у нас норма менялась а особенность нормы в том что она не сразу меняется а по чуть-чуть понимаете такая штука я не знаю возможно ли этому научиться вот вы упомянули Лукашенко а вот у него как раз таки талант вот он приезжает в коллектив к военным он понимает на каком языке с ними разговаривать и он это делает и они его понимают он приезжает в село он говорит другим ну вроде о том же но уже другими чуть словами и там его тоже понимают но вы же его не планируете да нужны те кто постоянно ну допустим у него это ну поэтому он и президент нужны же толмачи то есть смотрите задача политика указывать цели ну вот вот на самом деле вот в этом его функция ну кроме того что там держать дисциплину на месте и так далее вот цели задача о которой я говорю это задача как бы толмача то есть человека который разъясняет и вот эта функция разъяснения должна быть постоянная вы же не можете Лукашенко чтобы он постоянно это делать ну нет конечно и поэтому поэтому вот я и говорю а можно ли этому научиться раз и научить два это технология научить эффективно потому что если вспоминать те самые политформации которые тоже у меня были в школе я их хорошо помню может не все да но и помню как в разных классах дети реагировали на политформации и там было четко прослеживалось я вот то что я точно запомнил что там где политинформатор если хотите был толковый всем просто заходило и чаще всего это была не какая-то лекция это была дискуссия это было обсуждение и так далее а там где политинформатор просто понимал что ему надо час что-то отговорить на тему ну так оно вот и так и заканчивалось так и есть поэтому задача поиск в обществе вот тех самых политинформаторов не по принципу мы вот в институтах сейчас начнем и будем их воспитывать он пять лет у нас отучится это же как с журналистом каждый не каждый получивший журналистское образование потом становится толковым журналистом а для этого и есть вот эта система НКО которые западные придумали что они они же ищут тех самых политинформаторов то есть они закидывают удочки там бац экология так клюнуло оп клюнуло пять-шесть активистов посмотрели потом в Польшу на курсы Белсад для чего был придуман тренировали белорусов для того чтобы он через три года вернулся вот я например наблюдал за он сейчас же уехал этот самый очень толковый был аналитик да ну красопозиционный прям было видно когда он вернулся из Лондона после курсов до этого был такой ну обычный как все как бы ну минский такой аналитик обычный вернулся опа на камере держится излагает четкая речь стала ну как бы структурированная блоги записывают это произошло как раз накануне 2020 года потом за тем поработали ну вот так вот я о чем говорю так я о чем и говорю то есть нет не боги горшки обжигают я как политтехнолог знаю что у меня были кандидаты блин и бандиты бывшие на Украине их очень много было они вообще двух слов связать не могли без БМН ну ничего как-то так постепенно через месяц уже и без мата говорили но это как бы это не потому что мне очень хотелось это бизнес работа а когда человек горит ну вот он является этим политинформатором ну только подсказать надо ну на самом деле только научить вот смотри раз два три четыре пять и это станет твоей работой это станет твоей деятельностью давай вперед зажигай и найти в каждой социальной группе тут очень важно я говорю среди рестораторов найти вот как это работает кстати тоже ну вот давай белорусский кризис уже прошел вот очень хорошо разбирать кейсы вот этот вот ресторатор который бунт пытался поднять лысый как он у меня вылетел но не суть почему потому что он ресторатор то есть ему было важно воздействовать на вот эту прослойку буржуазии такой вот богемной почему потому что она в резонанс входит первая она же вечно недовольная она самая потребительская и на этом возник его эффект ну то есть человек из этой среды который говорил дерзкие вещи фамилии не имеют значения тут важно социальное явление поэтому я говорю белорусский кризис еще предстоит разобрать на винтики с точки зрения технологий не фамилий бог с ними это пусть МВД фамилиями занимается нам как профессионалам нужно разобрать потому что я утверждаю белорусская спецоперация западная была достаточно тонкая потому что маленькая компактная республика с одной большой столицей на Украине сложнение в Харькове были одни процессы в Одессе другие в Днепре третье ну очень большая в России сейчас очень сложно а Беларусь она как бы ну очень видна и эти вещи вот как создавались те самые политинформаторы из разных сред она была очень очень четко видна и как они очень хитро проникали в том числе и в госсми там пресс-конференцию такую проведут ну аполитичную да ну про экологию еще про что-то в субботничке поучаствуют с органами государственной власти присядут на уши какому-нибудь там инспектору в Гомельской области по теме экологии да а вот в тот нужный момент когда произойдет час Ч вот эти люди все собственно и вылезут поэтому это очень тонкая работа она как настройка как помните раньше карбюратор настроить в машине да вроде бы ну надо чувствовать вот этот вот тонкий-тонкий момент да видите какие силы против нас были сконцентрированы то они против себя в первую очередь сконцентрированы надо очень важно понять это произошло не просто так это произошло я сейчас не про лысого ресторатора не, не, не я про тех людей которые это все придумали они придумали же против себя это произошло это выводы после 68 года во Франции и после того как чуть не случились социалистические революции в Италии и во Франции до 70-х годов мы побеждали это же мы и Майданы устраивали я напомню так я что почему говорю Советский Союз не знал что такое когнитивная война но вел ее успешно по всему миру ну не когнитивная она была информационная она была информационная если бы Советский Союз дожил бы до сейчас до таких возможностей нам нужно не стесняться учиться геймификации образования и воспитания потому что технологии они универсальны что ты заложишь в технологию то оно и будет и они не всегда направлены на разрушение те же технологии когнитивных войн можно направлять на созидание ничего но этим надо просто заниматься вот и все да я уже боюсь употреблять точнее говорить слух такое словосочетание как баллонская система это подготовка вот если про философию говорить то это конечно же попытка все эти когнитивные войны и все что строит Запад это попытка откатиться в 19 век то есть 2% аристократии и темная необразованная масса которая постоянно конфликтует между собой закрыть вопрос всеобщее массовое образование но просто так ты его уже не закроешь а его нужно изменить изменить по принципу ну как вот в чем баллонская система да узкоспециализации чтобы у человека не было мировоззрения потому что классическое образование оно же не специалисты готовит оно же личность готовит если ты становишься узким специалистом после получив широкопрофильное мировоззренческое образование то ты сохраняешь себя как полноценную личность а когда ты изначально 6 класса 7 ну как у них это есть заточен под что-то одно то у тебя случается феномен ну вот тоже разберем пример ну минского айтишника участвующего в этих самых у него вроде компетенции есть и денег он зарабатывает много но по факту он подросток по факту он подросток вот это вот узкоспециализированное профессиональное образование позволяет сохранить человека в состоянии мировоззренческого подростка он много знают по своей профессии а по факту не доформировался он умеет писать хорошо там код какой-то при этом относительно неплохо зарабатывает но и даже сейчас пока что сейчас вот ну да интеллект начнет писать код уже начинает даже я помню свой очень хорошо разговор с одним парнем он в широком понимании он конечно айтишник да но он но он не тот который пишет код и когда мы начали что-то обсуждать вот за этих людей которые вот именно кодеры и от него прозвучало у него своя компания у него этих кодеров там работает она дорогая ну и он так ну они пишут быдлокод я говорю так как ну как ну смотри он же не видит для чего он это делает вообще ему вот дали участок программы вот от сель до сель пиши он пишет он записал да ему хорошо заплатили ну как хорошо ну чуть выше там среднестатистической зарплаты он доволен все ему больше ничего не надо но это быдлокод он не понимает для чего это куда это как это будет использоваться он не понимает что это будет в компьютерной игре либо в программе там какой-то там борющий борющийся с раковыми заболеваниями к примеру да ему это вообще далеко он свой сделал вот этот быдлокод написал он следующий напишет но вот это такое определение от самого айтишника меня тогда поразило это идеальный объект для манипуляции я хочу подчеркнуть вот тоже разберем ситуацию вот человек который занимается этой деятельностью и пишет быдлокод как только появится блогер быдлокодер который будет говорить на его языке они будут слушать скорее его чем начальника который дает ему задание потому что он будет знать их чаяния у них же есть какие-то интересы они же хотят вырваться сделать какую-то карьеру да и вот так оно и происходит поэтому тому кто работает с этими своими так сказать быдлокодерами самому нужно понимать что у них внутри в общем то происходит ну он то наверное понимает вернемся все таки к событиям на дорогом дорогой для всех для нас территории территории украины дорогой во всех смыслах многих спрашиваю сам не могу понять зачем зачем происходит то что сейчас происходит с вот этими ну войнами если хотите с православной церковь для чего казалось бы страна ну вас камера здраве то что еще осталось от этой страны неужели вот это сейчас самое важное чем надо заниматься отжимать лавру или там храмы по всей стране там где-то спалили где-то отжали где-то захватили это что вот сейчас первостепенная задача у них сейчас объясню это очень просто объясняется в рамках стратегии которую ведут стратегии а не тактики стратегия США я напоминаю это афганизация Украины что такое афганизация это конфликты всех против всех почему не могли закончить конфликт в Афганистане потому что противоречия между пуштунскими племенами там племенная потому что другой уровень организации и до сих пор не могут поэтому задача американцев сейчас в то время как идут ну боевые действия спровоцировать как можно больше точек последующего раскола потому что у них стратегия следующая как можно больше накачать оружие и после того как уже ситуация пойдет в разнос и она перестанет управляема американцы выдергиваются так же как выдернулись из Афганистана а территория превращаются в конфликты всех против всех потому что более полутора миллионов человек уже с оружием это первая задача которую они реализуют то есть это они на будущее а почему в чем совпадение интересов люди с ружьем но сейчас же на Украине главные действующие это человек с ружьем их есть два типа человек с ружьем на фронте человек с ружьем в тылу задача человека на фронте в тылу это ну как бы мародерство одна из главных задач ну это вообще одна из главных мотиваций вообще гражданской войны вот каждый приход это достаточно богатый объект ну и все что с этим связано то есть это они открыли возможность для действия тысяч рейдерских групп которые находятся в каждом населенном пункте и создание им кормовой базы то есть это как бы уже интерес правящей клики ОПГ 95 квартал бросить кость тем кто находится в тылу для того чтобы создать им дополнительную кормовую базу вот тут собственно интерес и третий аспект о котором собственно я всегда напоминаю что сведение с ума идет же вот этими волнами то есть сериальностью учитывая размеры церкви ну сколько приходов это сериал на весь этот год то есть нас будут сводить с ума с помощью этого выбивать эмоции кто-то будет в депрессии из-за этого это подобрали вот архитекторы сценаристы вот этот тонкий для того чтобы люди по ночам не спали даже здесь в Минске когда будут смотреть на пылающие храмы безусловно потому что это же да аудитория это все православные и это конечно же в пику особенно нашим начальникам потому что у нас же православие заняло такую ну неофициальную идеологическую нишу ну как бы советскость ушла они и забыли а православие она стала ну неофициальной конечно у нас запрещена официальная ну в общем-то такой самый традиционный легальный то есть идеологема русский мир была произнесена собственно патриархом кстати по-моему в Киеве на каком-то из мероприятий плюс важность конечно Киева как место где зарождалось собственно поэтому это целенаправленные деятельности я утверждаю что 23 год учитывая что никаких там перемог военных не ожидается то будут перемоги на фронте внутреннем и мы еще много увидим про попов шпионов России ну и прочие эти истории думаете ничего серьезного не будет происходить в течение 23 года я имею ввиду на линии противостояния я исхожу из того ну вы же знаете да как и все мы читаем примерно там так или иначе примерно одно и то же я внимательно изучал историю Великой Отечественной войны и Гражданской войны на этих территориях да и в чем вот принципиальное отличие вот история Гражданской войны ну 20-х годов да это как раз очень похожая когда действовала не очень большие вооруженные массы на всей этой территории там вот тоже было тут одно контрнаступление там другое контрнаступление а Великая Отечественная война это миллионные массы вот в этом принципиальная разница поэтому если искать аналогии то нужно все-таки обращаться к истории Гражданской войны и смотреть что там происходило когда действуют больше скажем так отряды и какие-то локальные соединения они огромные фронты там с танковыми клиньями то есть пример тому действие ЧВК Вагнер да 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 это так оно и есть ну с российской стороны с российской стороны да поэтому исходя из этой логики ну вот если мы принимаем эту логику и понимаем то все будет сводиться с контролем над ключевыми логистическими точками как тогда и было сто лет назад же был этот эсер Муравьев который там на бронепоезде он обскакал Наполеона по количеству он хвастался этим кстати который Киев же брал он больше чем Наполеон выиграл битв почему он на бронепоезде заходил выбивал кого-то и записывался вот я значит как бы победа одержана и потом этим хвастался это особенность еще этого региона там же густонаселенная железнодорожная ну сеть железнодорожная ну короче пока сейчас мы живем на историческом этапе битвы за ну вернее так не битвы а войны уже вот скажем так войны за левобережье Днепра вот до тех пор пока Россия не возьмет под контроль левобережье Днепра под угрозой будет все правобережье Дона то есть и все и вот изнутри этой логики надо жить сколько на это займет ну тот же Пригожин сколько говорил года 3-4 ну вот опять же я не являюсь военным экспертом чтобы давать военные прогнозы я только логику предыдущих конфликтов распространяю на эту ситуацию ну давайте из этого исходить ну просто многие говорят разное конечно же да и хочется верить тем которые говорят что вот ну вот буквально сейчас вот это вот какая-то крупная операция с той или иной стороны и от ее результата все будет собственно и зависеть и ситуация очень быстро разрешится потому как ноу если проиграет а что вероятнее всего ну со своей точки зрения украинская сторона то там вообще все посыпется и а больше границу с Польшей кто-то перекроет нет с Румынией не перекроет нет в этом кризисе надо рассматривать пост Украину в рамках ее соседей всех вот до тех пор пока не будут прекращены поставки оружия именно из Польши и Румынии количество мужиков на Украине для того чтобы бросать в новые новые достаточно это огромная страна до сих пор пока что еще миллион не призван до сих пор не призван миллион при мобилизационном в 3-4 ну точно миллиона человек это было даже еще отработано сейчас еще больше поэтому я говорю я исхожу из того что это при хорошем истечении как где вход там выход то есть 8 лет был вход стонбасского кризиса ну значит я рассчитываю что лет 8 будет какой-то выход когда тоже начнет наступать усталость а если все пойдет по сценарию катастрофическому то это стулетняя война а как вы относитесь вот к тем теориям что вот сейчас просто мир переживает очередную трансформацию до передел сферы влияния я имею ввиду среди там мега игроков таких как Соединенные Штаты Россия Китай там сейчас формируются какие-то новые ну новые государства ну как они не новые но государства которые ранее не заявляли о себе как о каких-то центрах силы стали заявлять тоже и произойдет так или иначе разделение на некие макро регионы или панрегионы их еще называют и вот когда это вот это вот все устаканится в первую очередь экономически безусловно тогда уже и собственно там уже на Украине будет нечего я так сказать солидаризуюсь с этой версией ровно это и происходит и стратегия США те регионы которые им удалось взять под политический контроль и они понимают что им их придется отдавать в связи с этими процессами они хотят превратить их в территорию крови хаоса по принципу не доставайся ты никому ну то есть это другая стратегия они не брали Украину в этом смысле как Польшу для того чтобы там обустроить плацдарм и крепость ну как форт Трамп да ну имеется ввиду это предполье перед крепостью да ну то есть это зона столкновения поэтому их стратегия вот в рамках того что неизбежно разложение на макрорегионы часть макрорегионов не только Украину превратить в территорию в общем-то полного хаоса они бы и Беларусь сразу 20-й год это что-то это в рамках этого сценария ну задумка ж в этом была в Казахстане ну то есть задумка одна просто у нас только пока что здесь так все происходит ну вот самая кровавая история но я бы еще на Среднюю Азию смотрел там такое количество противоречий благо у них просто нет Польши это я всегда казахам говорю вам повезло с соседями вот реально повезло что нет никого кто вам как бы создавал бы перманентные проблемы еще бы и подставлял оружие был бы у Казахстана под боком Польши там бы уже давно все полыхало бы слушайте но вот это вот награждение орденом орла белого орла по-моему белый орел да высшая государственная награда польская это это что империализм это возрождение империализма поляки хотят этот конфликт использовать для того чтобы стать главными союзниками США на восточном фланге для этого им нужно сейчас сильно унасекомить Германию вот то есть им нужно милитаризоваться самым самим демилитаризовать Германию чтобы за этот кризис платила Германия а Польша особо не платила при этом Польша решает свои проблемы внутренние и к тому моменту когда этот кризис заканчивается ну как бы выходит уже как бы в острую фазу Украину они вернее то что осталось от Украины они как бы как-то либо отказываются либо там идет перманент ну опять же моя логика ну вот исходя из их сцен а не факт что получится это как они хотят они хотели бы так чтобы левый берег это была бы территория перманентной гражданской войны налетов и вечная проблема а правый берег это ресурсное обеспечение для того чтобы собственно все это на левом берегу была постоянная стрельба это традиционная польская стратегия я напомню что Днепропетровск который мы знаем нынешний город он вообще возник как польская самая дальняя крепость Кодак она называлась у нее еще такое было название как раз для чего чтобы стравливать между собой казачков там же были тогда действующие силы запорожские казаки с которыми работала так сказать Москва православные все дела набеги они разное осуществляли и вот это историческая польская практика они считают что они являются ну как сказать панами восточной Европы что это их идеологически я напоминаю в метро когда в двадцатом же том же году появились вот эти с историческими из Гродно и с Брестом и с Львовом они этого не скрывают это есть их идеология но это но их идеология польская она на чем основана она основана на понимании что внутри национализма и украинского кстати ну и в этом смысле и белорусского есть очень сильная в том числе и антипольская составляющая она есть и я это наблюдал еще когда был студентом во львовском университете я много читал и газет разных польских вот их интеллектуалы еще при позднем Квасневском они что обсуждали для того чтобы в украинском национализме не было антипольской составляющей нам нужно чтобы украинцы ненавидели русских больше чем поляков вот это очень важная вещь и у них это получилось ну а я еще раз говорю где вход там и выход а нам нужно показать реальную роль поляков не только сейчас что они таскают это оружие нет нужно закапываться еще Квасневского в 96-97 год когда это все началось ну то есть когда вообще вся пошла вот эта идея как они показать что это был длинный проект и за него придется ответить полякам ну я надеюсь что им придется ответить ну это их идеология начиная с ну Кочинский они же не вчера возникли они все это еще когда был на посту мэра Варшавы я напомню когда появилась улица Дудаева в Варшаве она появилась ну там Кочинский другой был брат был мэром но какая разница поэтому это не вчера появилась и как а как по другому сколько вход только выход но меня больше волнует я еще раз подчеркну наше поколение то что называется Z рожденные после 2000 там вот этого 2000-2005 года они во-первых жертвы потенциальные когнитивных войн что они все вот отдают ну как бы с рождения а второе у них нет вот этого тоже дурацкое слово нарратив ну вот мировоззренческой картины полноценной потому что она была с одной стороны разрушена периодом 90-х ну и мы она разрушилась а с другой стороны мы отдали нашу гуманитарно-культурную сферу как бы западу и НКО прозападную ну как бы мы их отдали они нам формировали поколение предыдущее а за это нужно бороться они же подбирают они же вот они подходят вот допустим в Казахстане больше англичане работают там ты американцев особо не увидишь а британцев очень много а вот в Молдавии например французы много работают да там вот ну американцы тоже но вот там вот так французы подбираются вот например у нас по Питеру шведы с финнами активно работали с интеллигенцией запад работает с очень многих рук нужно это понимать мы концентрируемся на США ну как на главном а у них есть очень много партнеров и очень много помощников и нам тоже нужно с этим работать чтобы когда наступит часть Че произошло как я вчера был в Музее Победы в Минске уже там в пятый или шестой раз всегда захожу там висит картина про переход словакских подразделений на сторону Белу вот наша задача в когнитивной войне чтобы происходило как со словаками которые переходили на сторону партизан потому что мы понимаем что и призовут и заставят и сделают но наша задача добиться вот такого вот эффекта на всех уровнях я вот так вот считаю ну будем работать над техникой так точно а как вот я тоже тогда расскажу вышла книга в Минске тоже будет презентация это как раз украинская трагедия потому что я именно как трагедию это рассматриваю нашу общую собственно по-другому никак сложно по-разному рассматривают да кто-то слишком бьется технологии сведения с ума вот то что я рассказывал и у Пучкова и мы общались и во многих местах здесь схематизировано ужато первая часть украинской трагедии посвящена обществу здесь очень много социологии графиков по годам 2010 год сравнение Россия даже есть сравнение по СНГ то есть где как по ценностям то есть ну вот как меняли общество там на примере особенно голодоморизации хорошо рассмотрена по годам а вторую часть мне нужно просто найти месяц свободный она у меня в голове уже написана это про государство потому что я хочу ну вот в обществе одни процессы проходили в государстве другие я не хочу их как бы смешивать это мой вклад в нашу будущую победу потому что нам нужно будет собственно объяснить а что это что это было почему так произошло и как нам выводить общество из этого состояния а до этого надо сделать чтобы как словацкие да тогда военные перешли на нашу сторону и участвовали вот как на территории Беларуси в партизанском движении так точно задача такая это я не знаю это